МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тот блиц-крик, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся. Это очевидно. Российскую экономику не просто не смогли уничтожить. Американские, западные, европейские санкции ее перестроили и даже сделали лучше. Русские не просто не голодают, они даже лучше живут, чем до СВО. Это звучит просто смешно для самих россиян. Цены дорожают буквально на все. Люди покупают еду в кредит. У нас возникла такая целая армия, я бы сказал, нищих должников. И ко всему этому Путин добавил новую проблему – небывалый дефицит кадров. Большое количество людей, которые и были призваны по частичной мобилизации, а главное, выехали, они создали нехватку кадров. А заменить их не так-то просто. Сервис по поиску работы Суперджо попросил тысячу предприятий и организаций по всей России. Результаты просто ужасают. Почти 90% всех предприятий заявляют о дефиците персонала. Друзья мои, вас ждут не просто плохие времена, а ужасные времена. Просто ужасные. И люди выезжают. И это приводит к тому, что нехватка кадров, причем она нехватка именно больше из-за того, что выезжают. Потому что призвали, там разные цифры назывались, 300 тысяч, потом называлась чуть больше цифра. Но выехали-то несколько миллионов. Минус 300 тысяч мобилизованных, минус сейчас уже 460, а будет 500 тысяч контрактников. Это люди, которые не участвуют в производстве благ, товаров и услуг. Они в другом участвуют. Причем именно уехавшие – это критически важный слой населения для будущего страны. По уехавшие, поскольку это самая квалифицированная часть работников, и это уже даже не просто утечка мозгов. Это очень важная для страны утечка мозгов. В опросе участвовали компании из абсолютно разных сфер. Продажи, производство, строительство, сфера услуг, финансовый сектор. Везде более 80% компаний сказали о дефиците персонала. Выхода из такой кадровой ямы эксперты в обозримом будущем почти не видят. Эта история будет продолжаться, наверное, все 20-е годы. Кроме очевидного прекратить войну, но он же Россия не рассматривается. Мы его вынуждены вычеркнуть. Рост нефти остается чуть ли не основным в условии того, что предыдущий вариант не подходит. Но тут тоже вероятность не самая высокая. Даже если допустить рост цены на нефть, это еще не значит, что Россия получит прибыль. Санкции на нефтяную отрасль могут съесть весь возможный дополнительный доход. Так называемые санкции. Дурь, конечно, полная. Цены на нефть могут вырасти, а Россия с этого ничего не получит. А, вполне возможно. Даже в том случае, если Путину удастся обходить санкции, население от этого не получит ничего. Эльвира Набиулина, председатель Центробанка РФ, рассказала, к чему приведет кадровый голод вместе с санкциями. Первый удар будет нанесен именно по гражданскому населению. И рост цен еще не самое худшее. При путинском правлении Россия будет только загнивать. Наследие Путина – это тотальное обнищание, смерть своего же населения на войне и массовое бегство со стороны агрессора. Сколько лет понадобится, чтобы восстановить страну до довоенного уровня, никто не знает.